Всем привет! Сегодня мы поговорим о характере, поведении такой народности, как турки, да, в принципе, о таких моментах их воспитания, то, что нам очень сильно прийдет. Я просто хотела об этом поподробнее разобрать, так как это по вершкам всегда во многих темах моих видео затрагивается, эта тема не стается незамеченной. Почему турки обманывают, почему они двуличные, с двойным дном, и для них почему это нормальным? Для нас это кажется что-то, ну, вообще просто отвратительное какое-то качество, нас воспитывали по-другому, в нашей культуре по-другому все это происходит. А на востоке в силу своей культуры, культура с чего складывается, из истории, определенно воспитывают определенным образом турок, людей, и все это вместе складывается вот в такой образ, что турки, неважно в какой зоне они живут, в курортной, да, там, где туристы, поток, и там, в принципе, ложь на лжи, да, то есть тебя хотят обмануть, начиная с отеля, базара какого-то, не знаю, тура и так далее, то есть нажиться на тебе. Заканчивая обычной повседневной жизнью, то есть люди, которые съездили в отпуск, этого посмотрели, поняли, что так, да, есть. А когда переезжают, складываются так обстоятельства на постоянную жизнь в Турцию, думают, ну, люди здесь не такие, не в курортной зоне, ну, нет, качество, характера, вот это, мне кажется, это особенность их менталитета, она здесь есть абсолютно в любой зоне, какого-то человека не возьми, неважно, где он живет, в крупном городе, в маленькой деревне, либо в курортной зоне, я бы даже больше сказала, люди, которые работают с туристами, это качество просто наибольшим образом проявляют, но люди, которые не общаются с иностранцами, с туристами и так далее, я считаю, что они наиболее опасные, потому что это двуличность, будем таким словом называть, но оно правильное, в принципе, но по моим ощущениям, когда я уже здесь живу много лет и общаюсь с людьми, я бы немножко другое какое-то слово использовала, на данный момент я его подобрать не могу, но как подберу, я вам сообщу. Манера их, определенное воспитание и поведение, которое привито просто с молоком матери, и они по-другому не умеют, их так воспитывают. Вот люди, которые живут в обычной повседневной здесь жизни, не общаются с туристами, они наиболее опасны, потому что они очень хорошо это преподносят, это ложь, обман какой-то для них, это как, не знаю, чая попить, да, это абсолютное нормальное поведение. И в чем наше отличие? В том, что мы в этом видим минус, а здесь, когда человек тебе может обмануть, посплечничать за спиной, что-то такое двуличное сделать, здесь на это никто так не реагирует, здесь это настолько нормально, что это, вот как я говорю, попить чай, это как чихнуть абсолютно. Никто этому именно такую негативную окраску не дает, потому что это делает каждый. И не договорить или сказать такую обтекаемую фразу, не конкретную какую-то, чтобы можно было потом перевернуть и сказать, а я тебе этого не говорю, это даже мастерство, и это здесь абсолютно нормально. А для нас это немножко дико неприемлемо, потому что мы все напрямую говорим. Исторические моменты, естественно, это горячая кровь, когда турки очень, знаете, вы замечаете это, у них были тяжелые условия, у всех они, в принципе, когда-то территориально исторически были тяжелыми, но это ощущение изворотливости, ощущение змеи, ужа, двуличности какой-то, обман, это исторически, потому что они находились в середине, скажем так, это и Европа, это сторону России, Россия, да, то есть исторически так сложилось, что и Турция была центром мира в какой-то, да, свой период. Османская империя была. Почему появилась Османская империя, да, это же определенная не только войны кровожадность, это определенная хитрость. И вот это ощущение двойного дна обмана, это часть хитрости. То есть я делаю так, обхожу какие-то подводные пути, чтобы человек в итоге сделал так, как и я хочу, получить своего, чего я хочу. И у них это настолько впитано уже, что каждый в повседневной жизни, когда уже Османская империя завоевывает, ничего не надо, это осталось в качестве их характера и поведения. И искоренить это они могут, знаете, только если они живут, ассимилируются в какой-то другой стране, много лет проживет человек, тогда он примет культуру немножко, познакомится с культурой другой страны, и в себе как-то это поменяет, по-другому себя вести будет. Но мне кажется, даже если он с турок проживет всю жизнь, они ощущают свои корни, свои традиции и культуру, и если он проживет в другой какой-то стране, то все равно до конца своих дней в каких-то моментах он всегда будет таким. Это частичка его характера, впитанная с молоком матери, она останется всегда с таким человеком, с турком в другой даже стране. До конца турок никогда не станет своим в какой-то другой стране, и не будет он никогда не русским, не станет он таким же, как китаец. У меня есть, у меня мужа раньше был бизнес, связанный с Китаем, в Китае офис, и у нас, у него были сотрудники, которые жили, работали в офисе в Китае, в Шанхае, они не стали китайцами, они там остались, они вышли замуж, женились, точнее, на китаянках, у них родились дети, они уже получили гражданство, но они по культуре своей никогда не будут азиатами, никогда. Это восточные люди идут до мозга костей, они спокойно принимают пищу уже китайскую, они все равно любят свою турецкую, но в рассуждениях, в поведении они никогда не станут такими же, не ассимилируются они, потому что они очень сильно держатся за свою историю, и их этому тоже учат с детства. Поэтому переделать под себя турка, например, как женщины, многие хотят или мечтают об этом, вы можете, скажем так, смириться, принять и научиться жить рядом с турком, но переделать под себя, под свои привычки нет. Двуличность, посплечничать за спиной – это часть их культуры как развлечение. Вот какая-то компания подруг собирается, друзей, соседок во дворе, это могут быть молодые, бабушки старые, неважно. У нас это обычно, знаете, истории в России, бабушек у подъезда или на лавочке в каких-то деревнях, когда не пришла одна соседка, они ее тут все сидят, обсуждают ее жизнь. Здесь это вообще норма? Не пришла? У тебя сегодня в дискуссии это и нет? Ты будешь на повестке дня. Они не стоят, чтобы прям… Есть кто-то, конечно, кто вносит, со злом это делает, какие-то свои счеты может в компании сводить, в женском коллективе особенно, вообще не видят ничего в этом зазорного. Мы же просто обсуждаем, мы же все это все знаем, это не секретики какие-то, но обсудить там ее, не знаю, волосы, парикмахера, какие-то семейные моменты и так далее, это нормально. Ты же сама о них рассказывала, то есть я хочу, чтобы вы поняли, что вы турку рассказываете знакомому, коллеге на работе, соседке своей, не в члену семьи, я имею в виду, но членом семьи подальше, таки двоюродным кузаном тоже считается, я имею в виду не мужу вашему, это другие отношения. Вот все, что вы рассказываете, знаете, информацию даете только вы им для обсуждения, вот все, что скажете, то обсуждать и будут. Если вы не скажете чего-то, обсуждать этого не будут, потому что они тупо этого не знают. Вот чтобы вы не хотели, чтобы вас обсуждали, лично мне делитесь, пожалуйста, чтобы потом не было разочарований, типа я не могу найти турецкую подругу и так далее, потому что они там сплетницы, и были такие ситуации, что меня там где-то заспоминал, потому что вы о себе и не рассказываете. Скажем так, со своими ощущениями, воспитаниями из детства и правилами, а здесь они, воспитание и правила другие, страна другая, люди другие, культура другая. Поэтому так как у меня на родине, у вас не получится. Есть такая знакомая, это Дуигу, потому что я знаю, что никуда эта информация не подает, так как она родилась в Анталии, она в сфере туризма работала, она с языками работала, она работала раньше с моим мужем в Китае, в китайском нашем офисе и так далее. То есть человек, по сути, ее воспитание турецкое, оно очень сильно корректируется лет с 20, то есть половину жизни она по факту, живя в Турции, общается с иностранцами. Либо физически она туда в Китай уезжала, там на закупки, да, проверять товар, либо она здесь через имейл, через почту с продажей и так далее. Все было за границей, с иностранцами, с Италией еще он общался. То есть человек, живя здесь, общается с другим менталитетом. Вот в чем разница. Вот почему, кто мне спрашивает, как у тебя так вышло, такую подругу найти, вот так вышло. Проблема нашего менталитета, европейского, или даже больше скажу русского, в том, что мы к этому очень серьезно относимся, вкладываем другой смысл. Когда турок двуличный, либо обманывают, или еще что-то, здесь этого не вкладывается. Вот главная проблема отношения к этому. Относитесь к этому проще. Я не говорю, что нужно делать так же. Адаптироваться к этому можно, просто не обращать внимания. Я тоже такой человек, очень прямолинейный, мне напрямую проще. Но я поняла, что лично я двуличить, обманывать не люблю. Мне от этого тяжело. Я не хочу принимать правила игры, делать так, как они. Мне это не близко к моему нутру. Я не могу так делать. И не смогу никогда. Но, чтобы не быть в конфликте с самой собой, с окружающими, с обществом, я просто такие ситуации двуличные и так далее, их просто обхожу. Я в них не участвую. И я поняла прекрасно, что чтобы обо мне много не говорили, не с удачей, или что-то, там, не знаю, знакомые какие-то, там, поработили, еще что-то, я просто о себе ничего не рассказываю, и все. Но при этом, если люди обращаются ко мне, о себе что-то рассказывают, я это услышаю, но также я не несу это дальше куда-то ни с кем, не обсуждаю и не обманываю. Я взяла хорошее из этого, это вот эти обтекаемые фразы, когда ты не хочешь обидеть человека, грубо как-то ему очень ответить, показаться, да, плохим. Я такие фразы, да, типа, «Ходи бы калым», да, «Давайте посмотрим», «Будущее покажет», «Никакой конкретной информации», да, «От встречи времени», «Если я не хочу», «Я не даю». То есть я уже на автомате выработала, когда я общаюсь с человеком, я ограничиваю поток какой-то информации, конкретных сроков, даты и так далее. То есть человек, например, приглашают на кофе, очень любят турецкие всякие соседки это делать, «Приходи ко мне», или они также могут запереться к тебе без приглашения, если ты когда-то сказал, «Ой, да приходи ко мне на кофе», вот фразу-то эту выдала, когда она захочет, у них это нормально. Но, может быть, мне этого не хочется, поэтому я ей не скажу фразу конкретную, «Ты ко мне тоже приходи на кофе», когда, например, незнакомый для меня, я имею в виду человек, да, там новенькая соседка, например, приехала, он идет со всеми знакомиться во дворе, он такой часто здесь бывает, у всех это бывает. Я не скажу, «Приходи ко мне на кофе», я говорю, «Да, хорошо, надо будет увидеться», или я скажу, «Да, например, мы сходим на кофе в ресторан, в кафе какой-то, сходим в кафе посидеть», они это тоже любят, или «Сходим на завтрак», «Но я не зову к себе домой», потому что я не хочу себя дома, там, не знаю, какого-то незнакомого человека, абсолютно незнакомого, какую-то неизвестную соседку вообще. Это, конечно, повод познакомиться, я могу познакомиться на нейтральной территории с этим человеком, вот. А когда бы раньше, я бы там, меня пригласил же человек домой, ну, я его тоже приглашу, и если вы только приглашаете, он конкретно припрется, особенно женщины, и она еще у вас засядет на целый день, я эту всю историю уже знаю, поэтому я просто не приглашаю. Я, чтобы не казаться невежливой, или отторгающей, холодной, я просто говорю, да, конечно, но мы встретимся, например, в другом просто месте, вот и все. То есть в каждой ситуации, в принципе, ко всему можно подойти. Я хочу отметить, что при этом они очень открытые, и они, не подумав, даже в большей степени, вообще не подумав, они очень легко рассказывают свои проблемы, делятся своими переживаниями, ищут помощи и поддержки, поэтому они очень там, легко девочки там расстались с парнем, рассказать об этом подруге, или вообще малознакомому человеку, поделиться чем-то сокровенным, что, казалось бы, другие люди могут, ну, не должны знать, это круг там близких, друзей, родственников, может знать, они легко это выкладывают. При этом, знаете почему, у них нет вот этого барьера, меня обсудят, пересудят, что типа потом будет, я даю такую личную информацию, а потому что у них все это делают, у них это нормально, и они знают, что это просто будет, они к этому уже заранее готовы, скажем так, они взвешивают эти риски. И это большой плюс, потому что, несмотря на опасность какую-то, да, двуличности обмана, пересуда, человек доверяет, и не задумываясь, по сути, очень личные моменты какие-то может раскрывать. Это хорошее качество. Благодаря этому качеству они очень легко идут на помощь. Поэтому, я вам много раз в видео рассказывала, как туристы могли видеть, помогают людям на улице, хлебом, едой и так далее, собаки постоянно, уличные кошки накормлены, на них горы еды стоят, они делятся, это тоже часть их культуры, потому что они легко относятся к вранью, скажем так, к твоей личности, они не вкладывают в это такой больной смысл, как мы над этим сильно не трясутся, для них это обыденно, и поэтому они еще очень легко отдают и делятся, и помогают другим людям. У них взаимопомощь у турок просто на высоте, и мне это очень всегда нравится. Не у всех, конечно, это очень радует, особенно меня это радует, когда это маленькие города или деревни какие-то, когда люди искренне, очень открытые, несмотря на эти там двойные стандарты, пересуды и так далее, которые присущи у них, это нормально, они вот последним поделятся, могут бедно жить, но вот не знаю, последним кусок хлеба отдадут. Это очень хорошее качество. То есть в любом случае в каких-то негативных моментах есть плюсы, вот как я сегодня вывела, да, формулу, что если люди с двойным дном обманывают удоволичные, они очень могут быть щедрыми и делиться. Это тоже плюс. Пишите ваши комментарии на эту тему, что думаете, может, можете хотите со мной поспорить, я не знаю. У меня просто к этому стало такое отношение, я вот рассказала, почему я просто вжилась, это приняла, и ну есть и есть, господи, у людей. Все люди разные, ко всем нужно как-то подстраиваться. Я всегда под видео оставляю свою почту для записи на консультации или ваших писем анонимных для разбора на канале. Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok